До 2,5 тысяч рублей против прежних полутора увеличился штраф за непропуск пешехода на зебре. В прошлом году в правилах дорожного движения произошло множество изменений. Например, перевозить ребенка до 7 лет теперь можно только с помощью каркасного автокресла. Перевозка должна быть безопасной для ребенка. То есть, если ребенок, да, ему может быть 8-9 лет, но если вы его пристегиваете ремнем безопасности, и вот эта верхняя лямка, она проходит прямо по линии шеи, по горлу, но все прекрасно понимают, что в случае, если произойдет какое-то экстренное торможение или еще что-то, то есть эта лямка, она ему как раз и нанесет самый большой вред. Бустеры и бескаркасные кресла разрешено использовать с 7 и до 11 лет. После этого возраста можно использовать только ремень безопасности. Специально удерживающее устройство, а именно кресло. То есть, конечно, мы применяем все треугольники, бустеры и так далее, но, как правило, именно кресло, причем не просто кресло, а, как правило, сертифицированное, дорогое и качественное кресло, показывая, что в случае аварии оно действительно спасает жизнь ребенку. Изменились правила поездок по так называемым кольцам. Сегодня, въезжая на дорогу с круговым движением, водитель должен ориентироваться по знакам. Только знак 431 означает кольцевое движение, и главный здесь тот, кто едет по кольцу. Если знака 431 нет, необходимо обращать внимание на другие указатели. Например, главная дорога или уступи дорогу. В настоящее время, говорю, еще в ГОСТ не внесены изменения, то есть касающиеся, что там такое кольцевое движение, где что находится. И приближаясь с нашей точки зрения к кольцу, оно не всегда является кольцевым движением, не всегда является кольцом. Поэтому здесь надо быть внимательным. Еще один момент, на который обращают внимание автомобилистов инспекторы ГИБДД, необходимо всегда удалять данные о проданном автомобиле из базы данных с портала госуслуги. Иначе штрафы за любые происшествия будут приходить не только к новому, но и к прежнему хозяину. Оплачивать их бывшему владельцу не придется, но время и нервы гарантированно будут потрачены. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на Восьмом. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на Восьмом.